Продолжим. У нас сейчас 28, 29, 30. Что успеем? Должны сейчас полностью закончить все вот эти. Итак, начнем. 28 в четырех частях. Что из себя представляет? Это уже 2003 год. Очень-очень интересно. Здесь что уже есть? Так, сейчас посмотрим. У тебя даже эмоции Агаты Кристи очень интересны. Вот смотри, как они сделали. Вот точно как мы и говорили. То есть там по мотивам Агаты Кристи. Значит, давайте я прочту, какие романы. Сюда трагедия в Равенсторпе, загадка с девятью ответами и загадка Линден Сензо. Но автор этих романов, Коннингтон, вот так вот его правильно, по-моему, да, английский писатель, в разработке сюжетов, в которых Агата Кристи принимала самое непосредственное участие. Принимала она участие, не принимала, какое участие принимала, история тут пока не говорит об этом. Но, тем не менее, включили его в это собрание. И вот получилось, что, причем, что интересно, значит, он родился в 1880-м, Кристи родилась в 1891-м, умер он в 47-м году, а Кристи в 76-м. То есть, вот с ней, я не знаю, сколько он там, ну, первый роман есть в 20-м году, то есть, вот, 27 лет могли вместе как-то сотрудничать. Давайте посмотрим по иллюстрациям. Ну, вот иллюстрации я пока не нашел. Просто здесь художественное оформление Иткин и Клод. 2003-й год, тираж, вот так интересно было, 30 тысяч, 10 тысяч, а вот это 18 тысяч экземпляров. Так, это за так себя это. 28-й, 2-й, то же самое, а уже другое. Смотрите, в этот том вошли произведения английской писательницы Мэри Фитт «Похищенный кубок смерти солнца, любовь леди Элизабетт». И опять же, в которых Агата Кристи прям вот просто сидела, все там ей рассказывала, она записывала. Примерно вот так. В 59-м тетя умерла, это Мэри Фитт, а Кристи в 76-м. Так это подозрительно как-то все, да? Убивала. Да, здесь тоже требует... Черновики она забирала себе. Гонорары. Ну, она была богатой тетей, я так помню, по всему этому. То есть, особо там и чудила, как бы вот это она, и пропадала, но тем не менее. 28-й, третий. Что у нас сюда? Тоже Мэри Фитт и так далее. Губительно приятные голоса. Смерть и самый короткий день. Лабиринт. 2004-й год. Иллюстрации. Вот пока я не нашел художественное оформление Иткина. А тираж уже 15 тысяч экземпляров. Ну, смотри, может быть, у нее кончились рассказы, а тут Мэри Фитт к ней подходит, говорит. Ну, они уже... Давай помогу. Может, просто сидела там, выпивали вместе. Пиши. И сидела, говорит, ну, вот, балаболина. Ты в гусбольф мне проиграла. Это болтает, сидит вот Агата Кристи, а это Мэри Фитт и Коннингтон сидят за ней вот так записываются. Участвуют. Мне, говорит, не жалко. Вот нате вам. Вот сюжеты. Вот пишите. Я вот добрая. Все. Вот, кстати, мы еще сделаем видео по авторскому праву. И там еще нам сейчас сегодня вот был комментарий от Дмитрия Мированова по тенденции в том, как... Что ты туда салез, чтобы я на тебя смотрел? Ты просто в камеру должен смотреть. Хорошо. По тенденциям вообще, как политически это вот все в чтении проявляется. Почему меньше читают? Вот мы по этому поговорим. Тема очень интересная. Давайте продолжим. 28-й, 4-й, 2003-й год. Здесь у нас... Может быть лечь? Вилла Роза, дом стрелы и узник опала. Это здесь английский писатель Мэйсон. Уже третий товарищ. Вот. Непосредственное участие. И господин Мэйсон умер в 48-м году. А я должна тоже, кстати, так делать. Я должна писать мемуары. Так. А потом, как в том 50-томника Букинист-Орска забивать. Ага. Вот так. Хорошо. Значит, 29-й. 29-й том. В четырех частях. Посмотрим, что сюда входит. Ну, вот эти мне, ну... Ну, классические. Вот тут такой бычок там. Пересован с подробностями. Что художник просто... Прям, наверное, со статуей в Нью-Йорке. Вот это, быки где-то там. Он разглядывал. Ну да, художественное оформление. Клод-то и Иткина. Ну, барон Клод-то лошадей там фигачил. А этот на быков перешел. Ну, молодец. Так. У нас здесь 29-й книга. Первая. Загадка Лейтон-Корта. Отравление Уитфорде. Второй выстрел. Английский писатель Беркли. Еще четвертый уже дядя. Но он умер в 71-м. Опять же, пошли Агата Кристи. То есть, я может... У нее, может, это и литературные негры были. А не писали. Кто знает, напишите. Ну, значит, загадочная женщина писала. Да, она вообще... Уголовница прям какая-то. Тоже Беркли. Вот это 29-й том, часть 2-я. Убийство шелковым чулком. Дело об отравленных шоколадках. Убийство на Пикадилли. Отравленных шоколадках. Отравленные шоколадки. Вот ты шоколад ешь? Подумай об этом. Как тебе туда, в марципан особенно, мышьячку так... Доброжеватели. Тут не так все просто, Иринка. Здесь тоже у нас Беркли. Убийство на верхнем этаже. Убийство в винном погребе. И попрыгунья. Прямо у нас тут. Практически в винном погребе Чехов. Что еще? Здесь нет иллюстрации. Художественное оформление Клодта Иткина. Тираж 18000, 2003 год. Ты сейчас напомнил Чехова. Чеховиана, да? А Агата Кристи как? Кристиана. Роналду. Ну это ладно. У тебя одно в голове. Агата Кристиана. Здоровые молодые мужчинки. Так, это у нас 2003 год. Тираж 15000. Тот же самый автор Беркли. Тайна смерти миссис Лэйн. Перепуганная кампания. Суд и ошибка. Тридцатый том. В четырех частях тоже. Самое запутанное дело инспектора Фрэнча. Смерть на рельсах. Неуловимый убийца. Здесь у нас еще один английский писатель. Крофтс. Это у нас 2004 год. 15000 экземпляров. Крофтс естественно умер в 1957 году. Может не естественно. Загадка тоже большая. Тридцатый том. Часть вторая. Это у нас сюда. Входит тоже автор Крофтс. Кассовые убийства. Джеймс Тайвент авентюрист. Инспектор Фрэнч. И дело о нефти. 2004 год. 15000 экземпляров. Тридцатый третий. Тут вот прям вот такой мариманский. Тут эти все. Сейчас посмотрим. Да их по-моему не читали вообще. Тоже Крофтс. Тайна Мимфы. Тайна залива Саутгемптон. Тайный враг. Все тайное. Прям вот аж прям руки трясутся. Но здесь это все в том же аксепте. Вот иллюстрации уже закончились. Внешнее оформление еще идет. И тридцатая четвертая часть. У нас тот же Крофтс. Внезапная смерть. Смерть поезда. И контрабандный груз. Все то же самое здесь идет. Пока никаких изменений. Тридцать первый. В четырех частях. Сейчас мы их так разложим. Тридцать первый. Первый. Ага. Вошли произведения английских писателей Коула, о которых мы тоже говорили. Джордж Дуглас Ховард Коул и Маргарет Коул. Один умер в 59-м, муж. А женщина умерла в 80-м. Пережила Кристина 4 года. Значит, что-то не ушла от нее. Не дописала. Не дописала. Сюда входит, значит, утопленник, конец старого моряка, корпоративное убийство. И вот, это у нас уже 2005-й год. Тираж 5500 экземпляров. Ничего себе, ты повезло в меня. Это, любя. Это тебе. Так вот еще. Соня, опять? Просто так. 2005-й год. Тираж 5000 экземпляров. Вот мы прям смотрим. Это нельзя можно... Скатывается. Да, назвать не динамика. Издательство. А стагнация. Тоже писатели Коу, братья Секвил, греческая трагедия, убийство на оружейном заводе. И, естественно, иллюстраций нет. То есть, смотри, если ты собираешь, многие могли не собрать полностью. Ну, кто начал с 54-х, там 21-й, там ладно еще там. И то там упало до 30-ти. То есть, уже понятно было, что все... Не найдешь. А здесь вот эти последние, уже тут совсем, можно сказать, фиг где найдешь. Вот так вот скажем. Здесь у нас... Так, это 31-й, 3-й. Английская писательница Джойс Портер. Сейчас посмотрим годы жизни. В 98-м умерла. Значит, наша версия о том, что Кристи всех мочила, нет. Отпадает. Ну, это была версия. В принципе, интересная, но тем не менее. Доуэр эпизод 1-й, Доуэр эпизод 2-й, Доуэр эпизод 3-й. Три романа. Тираж 5-500, 2005 год. Вот женщина такая прям. Советская. Активная такая. Ну, не совсем, может, антисоветская. Так, 31-й, 4-й. Это, я так предполагаю, судя по названиям, что это тоже Джойс Портер. Доуэр и самое скверное дело. Доуэр едет в пот. Доуэр, еще один удар. Убийство с Доуэром. 5-500, 2005. Иллюстрации нет. То есть, отсутствие иллюстрации, это все удешевляет, естественно, книгу. То есть, если мы там смотрим, что там 5 художников работало, сейчас только те художники-оформители, которые вот внешне, даже вот это сделать, вот обложечку, тоже уже денег это стоит. Интересно, значит, 32-й том, это в 2002 году вышел. Сюда вошли, значит, детективные романы, написанные под именем Патрисии Вентворд. Серая маска, дело закрыто, опасная тропа. В каких годах это все не указано. И, 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 тираж 18 тысяч, но это 2003. В 2005-м стал 5,505. 33-й том. Так, так, так. Тоже под именем Патрисии Вентворд. На краю пропасти китайская шаль и мисс Силвер вмешивается. 2002 год. 18 тысяч. То есть, они тут делали перебой, конечно. Вот уже смотрим 2004-й год. Жулики, конечно. Так, это у нас ключ. Часы бьют 12. Убийство в поместье Леттера. Я вообще даже не читал. Художественное оформление Иткина. 34-й. Тираж, по-моему, 15 тысяч экземпляров. 35-й том. Возвращение страницы. Приют Пилигрима. Светящееся пятно. Тираж 18, 2002-й. Но здесь мы, в принципе, тенденцию уже поняли. 2002 год. Дело Уильяма Смита. Кольцо вечности. Мисс Силвер приехала погостить под именем Патрисии Вентворд. И тираж тот же 18. Все тут остается. 2003 год. Это у нас 37-й том. Приют контрабандистов. Коллекция Брединга. И за стеной. Тот же 18 тысяч. Все идет, пока шло, вероятно. Как бы все нормально. 38-й том. Патрисия Вентворд. 18 тысяч экземпляров. Анна, где ты? Кинжалы слоновой кости. Круги на воде. Вообще эти вещи даже не читал и не встречал. Но они вот здесь, конечно, только это все. То же самое Патрисия Вентворд. Это проклятие для леди усказающей улики и из прошлого. Улики. Улики. Да. Что ты прям сидишь? Улики там. Патрисия Вентворд. Это сокровища Бенни Вентов. Тихий пруд. Ядовитые письма. И тираж тот же самый. Но это все 2002 год. 41-й том. Внимающее око. Павильон. И отпечатки. Тираж не меняется. 42-й. Эллингтонское наследство. Тайна темного подвала. Мертв или жив. Просматриваю иллюстрации. Иллюстрации нету. 18000-2003 года. То есть вот я вот сейчас вот даже могу сказать, что до 2005 года дела шли более-менее еще как-то. Потом ты уже... А вот 2005 год, как и у меня, вот в принципе, был уже таким переломным моментом. В 2008 году уже все. У тебя вот эти издания были в магазинчике на авангарде? Вот 2004 год. Здесь уже идет тоже том 44-й. Писатель Майкл Гилберт умер в 92-м году. Двери открываются. У смерти глубокие корни. И хвала безрассудная. Тираж 10 тысяч. Вот уже 2004 год начался спать. А может... Ну, это может быть действительно связано вот с конкретным изданием уменьшения тиража. Ну, все-таки, ну, собрание, печатать в те годы такими огромными там на тот момент. Это же не... Если бы его напечатали, например, 70-е и 80-е годы, это бы, конечно, просто смели бы. А вот 2000-е уже все. Вот так вот. Генри Уэйт. Лестница герцога Йоркского. Слишком ранняя смерть и золотая могила. Да, если вот так представить, что... Вот это было бы где-то 70-е и 80-е годы. Любой тираж бы ушел, я думаю. Тираж 10 тысяч. Если бы его издали хотя бы там даже, ну, 100 тысяч экземпляров. Разбежался бы, я думаю. 46-й книга 1-я, это 2005-й год, у нас идет детективный клуб Агаты Кристи. Вот как они сделали уже. То есть это уже полнейшая парнюха такая. Мэри Брандт. Пишут они, интересно, что она тут принимала. Нет, уже даже не пишут, что она принимала участие. Что она принимала. Просто детективный клуб, вот шлепают, а люди выкупают уже по инерции. Ну, это нормально, это вот уже издательский. Мэри Брандт, теряя головы, зеленый цвет опасности, внезапно у себя дома. 5 тысяч экземпляров. Могли включать Юлки Коллинс. Да кого угодно. Вот тоже Мэри Брандт, Кот и мышь, Лондонский туман, смертельный номер. Тираж 5 тысяч. 47-го у нас нету, но у нас есть 48-й. Три, во всяком случае, книги. Детективный клуб Агата Кристи, Патриция Мойз. Уже даже просто детективный. А тут, в принципе, можно все, что угодно печатать. Например, английских авторов обозначает детективный клуб. В такой же стилистике издавай. И если она популярна, попрет. Ну, не так, чтобы очень, конечно. Если печатают фигню полную. Поэтому Славка даже не вдавался в подробности. Сказал Агата Кристи. Ну, есть. Да он не смотрит никогда в жизни. Это мы дураки тут все разы. Мертвецы не катаются на лыжах. Могу добавить, что они не катаются на коньках, на лошадях. На санях. На санях. Сами не катаются. Вот что здесь интересно. На димах они не катаются. На ком угодно. Под парусом среди мертвецов и фантастическое убийство. Вот так вот. А, здесь, кстати, есть все-таки и анонсы. Вот. Чтобы следующий. Здесь, да. Да. Ну, а здесь они включили вот английский детектив. Вот так вот. То есть вот добавили. Тираж уже четыре с половиной тысячи. Это вот хочется денег, но вот, ну, хоть что-то давайте. Давайте. Вот. Сидели там, наверное, ухали там и что-то искали. Вот включили сюда. Тоже Патриция Мойс, падающая звезда, Джонни под землей, время снега и грехов. Сейчас посмотрим тираж. Четыре с половиной тысячи. Две тысячи шестой год. Сорок восемь. Часть третья. Тоже Патриция Мойс. Смерти голландский дядюшка. Странное происшествие с третьей собакой. Смерть на пароме. Вот это уже две тысячи шестой год. Тоже четыре с половиной. И вот сорок девятый том. Две тысячи восьмой кризис. Две тысячи шестой. Ну, я уже все видно. Это вот у нас Джорджет Хейер. Зачем убивать Дворецкого? Потому что его надо убивать. Он или убийца Дворецкий всегда. Неокончательная улика. Примите яд, пожалуйста. Тираж четыре с половиной. И что у нас сорок девятый второй? Тоже Джорджет Хейер. Недуновение обвинения. Пен Халлоу. Есть ли тут какие-то еще выходные данные? Инспектор Хемингуэй. Библиографическая справка. Тираж четыре с половиной. Но, что можно сказать? Выводы. С пятидесяти четырех тысяч ушел до четырех с половиной тысяч за одиннадцать лет. Большая половина, конечно, можно сказать, что это парнушка. Ну, я художественные, значит, особенности, все вот эти, и достоинства, и недостатки тех авторов, которые вот включили в это собрание, я не буду говорить. Но чисто Кристи здесь, ну, вы видели сколько? Ну, половина, наверное. Вот так вот. То есть, ну, как вы видите, пропадают иллюстрации. В связи с пропадают иллюстрации, уменьшается тираж, издание, деньги, спрос закончится. А вот после 2006 года, вот 2008 год, все. Надо зайти в «Читай город» и посмотреть, сколько сейчас выпускают Агата Кристи. Я не знаю. И читают ее уже очень мало, конечно. То есть, вот этот жанр такого традиционного английского детектива, то есть, и можно сюда добавить того же Честертона, того же, я не знаю, Семенона, если по-французски, там же, в принципе, как это все сформулировать-то? Ну, совсем, конечно, по-другому, но это очень на любителя. То есть, психологические все эти расследования, хотя сериал-то смотрели, но опять же, сейчас уже все изменилось. То есть, вот у людей не хватает терпения. Вот у меня раньше, я тоже всегда, начало, природа, листаем дальше. Ага, убил. Понятно, сволочь. Ну, ладно, хорошо. То есть, все вот эти извороты там... Иногда слишком затянуты, на мой взгляд, конечно. То есть, но опять же, мы должны учитывать, что это сто лет назад печаталось, то есть, писалось. Вот. С другой стороны, вот у Кристи, у меня... Но они хотели получить гонорар, поэтому они много писали. Нет, ну, там традиции были. Во-первых, это вот чисто английское, традиционное, вот такое писание. А ты вот эту девушку на качелях не прочитал? Какую девушку? Которую я подарила. Это Аня читает сейчас. Ну, просто там очень затянута. Вот. Здесь куча... Вот не моё. Хотя англичан, например, Файрсайта я читаю. А у него первый роман тоже был в конце 50-х годов. То есть, 70 лет назад. Вот. Пам-62-й, что-то я такое не помню. Псевайна, а, про Биафру, а потом был День Шакала. Это вот Пам-62-й год. Вот. Я читаю с удовольствием. Опять же, разные люди. То есть, Кристи-то была тётенька такая простая. Ну, богатенькая, то всё, но тем не менее. А там писал другой журналист, человек с другой биографией и так далее. Вот это вот всё. Но всё-таки, я вот честно скажу, я не поклонник традиционного английского детектива. Прочитал я его достаточно много. В голове из Кристи, ну, сразу, я вот, в принципе, по разбору даже могу сказать. «Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе», «Мышеловка». И вот этот «Хомленд» или как-то «Юленд». А я ещё что-то парочку. Ну, то, что экранизировано ещё было. Вот. То есть, это для меня как-то осталось. Ну, Пуаро, ты смотрел. Я Пуаро не люблю. Вот, ну, вот так вот. Я вот не могу сказать, что я так. Вот некоторые вещи... Даже в экранизации есть тот, который не нравится. Абсолютно, да. Вот был это английский сериал с этой Джоан Хиггинс, который... Я его смотрел. Но я его не читал, потому что читать я его уже не мог. Но он... Восприятие, да, другое? Ну, это у меня лично. Это я вот, опять же, я любитель, я вам говорил неоднократно, и политических триллеров, и вот этих террористов, и так далее всего вот этого. И технологических триллеров, вот это всё, и так далее. Но разобрали, посмотрели. Уникальное, конечно, издание, но на любителя. Очень на любителя. Смотрите продолжение. Разбираем наши мешочки. Пока.